Здравствуйте. Приветствую всех вас на этой конференции. Я Воронин Ростислав. И вместе с командой в виде Игоря Воронина и Евгения Касубы мы готовы предоставить проект использования SPO Home Assistant среди Alt Linux для автоматизации хозяйственной деятельности организации. Итак, начнем. Почему выбран именно Home Assistant? Home Assistant был выбран, поскольку данное программное обеспечение относится к категории программного обеспечения для умного дома. И его автоматизация, и, возможно, его автоматизация. Наиболее распространенное, популярное и активно развивающееся программное обеспечение. Множество документаций и активные сообщества с большим откликом. Множество готовых вариантов визуализации данных, конструктор, карточек и большое количество доступных датчиков и расширений, как официальных, так и созданных с помощью сообщества. Существует несколько вариантов установки. Можно устанавливать приложения на разные железа, такие как ARM, Intel и доступны разные методы установки, например, Core, Supervised и Home Assistant Operation System, которые можно установить как в докере, так и с помощью виртуальной машины. Как пример использования на слайде представлена система сбора данных со счетчиков воды, тепла и электричества. Здесь по локальной сети происходит сбор данных с контроллеров счетчиков, у которых есть веб-энтерфейс. И переводится в приложение в iOS операционной системы Alt Linux. Данные собираются с помощью команды curl, заданной периодичностью, и отправляются москиты клиентам в Home Assistant заданные топики. АЭС-организация расположена в доме отдельно стоящим, еще и с газовым отоплением, то по протоколу OpenTerm автоматизация легко выполняется с помощью Home Assistant. Также возможно делать автоматизацию освещения в жилых домах, офисных посещениях и промышленных теплицах. Для этого используется интеграция с датчиком освещенности, например, для гидропонной установки в Home Assistant, с построением графиков для отчетов о количестве приходящего света в зависимости от погодных условий. И когда нам необходимо использовать энергонезависимые датчики с большим периодом работы без перезарядки аккумуляторов для автономных датчиков, то Home Assistant позволяет использовать компонент глубокого сна. В этом случае используется интеграция приложения ESP Home Deep Sleep. Полное описание с примерами данных работ о компоненте представлены на справочной вики-системе. А вот на слайде представлен датчик со стандартным аккумулятором, график работы в течение трех недель и необходимые строки кода для добавления этого приложения. Вот пока мы сидим на нашей конференции, в наших домах протекает вода в трубах. И чтобы в случае протечки этой воды система сама сама смогла устранить ее протечку, то нам нужна некая система, которая отключит напорный гран. В таком случае мы можем избежать большого урона по имуществу наших соседей. И это возможно сделать с помощью как раз Home Assistant. При этом для защиты от протечек, например, в многоквартирном доме можно использовать несложные и недорогие решения, которые позволяют избежать ущерба. Система отработает за нас в автоматическом режиме. Для автоматизации сбора данных настроены скрипты, которые позволяют собирать данные через команду Curl для агрегации собранных данных и передавать их дальше в Home Assistant через Mosquito по протоколу MQTT, чтобы отображать уже обработанные данные в удобных отчетах и графиках. Причем все наши скрипты, разработанные приложением, были выложены на наш wiki-проект, который находится на сайте wiki.umki-kit.ru, а также на GitHub. Все ссылки представлены на слайде. И с помощью Home Assistant можно настроить систему видеонаблюдения, которая позволяет регистрировать изображение с помощью видеокамер, создавая в своем некотором роде видеорегистратор. Также при необходимости можно настроить систему покадровой фиксации в течение времени развития какого-то события или таймлапс, иначе говоря, где можно указать все параметры внешней среды в нужных аспектах. Для всего этого можно пользоваться настройкой с помощью Wi-Fi. И дальнейшие шаги проекта. В проекте возможно расширение стандартного функционала приложения Home Assistant, например, в направлениях интеграция с нейросетью или для распознавания листьев больных или здоровых растений с рекомендацией по изменению питания этих растений и получения большего урожая. Организация пропуска в здание при распознавании лиц, при распознавании лиц, как ID посетителя. Распознавание следуемых животных на основе нейросети, что подходит для биологов. В любом случае для реализации этого дополнительного функционала требуется обучение создаваемой нейросети по датасету из представленных заранее выборок. И вот приглашаем к сотрудничеству. Все ссылки представлены на этом слайде. И чтобы продемонстрировать систему автоматического сбора видеоданных, то мы готовы предоставить вам таймлапс о том, как растет помидор в нашей автоматической теплице. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще не все. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, здесь просто в течение минуты демонстрируются как раз параметры внешней среды. И этот сбор данных осуществлялся в режиме сбора данных по веб-протоколу с курлом и загружался в хом-ассистент. То есть это достаточно легко и просто. То есть суть нашего доклада, что это легко и просто. Любой может это все организовать. Никаких больших затрат это не требует. Оборудование вот тут представлено на столике. Работает с армом. То есть как мы хотели сказать. Ну вот, собственно говоря, об этом был наш доклад. АПЛОДИСМЕНТЫ На этом доклад мой завершен. И мы готовы ответить на ваши вопросы. Раз, раз. Я так понимаю, у вас там серия данных, то есть данные, которые там поступают постоянно в течение времени. Вопрос такой, какая база данных используется для хранения этих данных и какой аналитический инструмент для отображения графиков всех используется. Там встроенная Мария, ДБ, отображается графеном. То есть у него свой инструмент, можно интеграцию графена поставить. Очень красиво все выглядит. Мария ДБ традиционная, а по идее это сейчас всякие клихаусы используют там и так далее, которые более оптимально хранят данные. Не, мы консервативные, мы на традиционных базах данных SQL, наше все. Ну понятно, но просто у них есть куча минусов, но на еда не будем. Ну, пока используется она, да. Раз, раз. Здравствуйте. Меня зовут Соловьев Олег, базальт СПУ. У меня такой вопрос. Вы сказали, что у вас есть такая, скажем так, защита от протечек. Насколько она надежная? И будет ли что-то, какое-то оповещение, если вдруг она по каким-то причинам не сработает? Это ваша система тоже детектит? Ну как, она детекторами определяет, протечка есть или нет. Если детектор не определил протечку, вы правы, да, соседи будут залиты, к сожалению. Но это уже open source, то есть что ты купил, разложил, то вот будет надежность. Ну побольше датчиков поставить. Они в Mesh организуются, систему, поэтому они с автономным питанием можно там в каждую комнату разложить. Можно к соседям на потолок прилепить. Мой вопрос был скорее не о софтварной части, а скорее о хардварной. Вдруг какой-нибудь датчик выйдет из строя. А, ну я понял, да. То есть я здесь уже несколько раз выступаю с разными информациями об автоматизациях. У меня были протоколы по протоколу Zigbee, да, предыдущие доклады. Сейчас это все по Wi-Fi организовано. Следуя вашему как раз вопросу, можно тогда датчики Zigbee, их можно очень много разложить. И Zigbee, даже если треть датчиков выходит из строя, то сеть продолжает функционировать. Спасибо. Zigbee сейчас модное направление, очень даже популярное, и они такие недорогие устройства. Здесь Bluetooth представлен. Вот этот Bluetooth, он там в районе 500 рублей стоит. Работает больше года. То есть для меня это вообще непонятно, как так можно вот... Ну вот оно так есть. И Zigbee, конечно, подороже устройства. Ну, кстати, Alt-Vinux с Zigbee хорошо взаимодействуют. Это вот из предыдущих докладов моих про образовательную робототехнику, проект Умки. Там вот мы это тоже разбирали, коллеги. Там еще был вопрос где-то. Да-да. Доброе утро. Семенов Артем, Базальт СПО. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы собираете данные с счетчиков. В основном, даже в новых домах, ставят аналоговые водомеры обычные. Вы рекомендуете заменить их на более умные или у вас есть какой-то способ считывать показания с аналоговых счетчиков? Я просто какое-то время назад думал что-нибудь на OpenCV себе соорудить, какую-нибудь камеру подвесить перед счетчиками. Недорогую. И распознаванием заниматься. Но может быть у вас какое-то другое решение вы придумали? Да, спасибо, как говорится, за вопрос. У нас есть контроллер SmartTerm нашей собственной хардварной разработки. И протокол в этом контроллере, он полностью открытый и, соответственно, выложен на GitHub. То есть мы приглашаем пользоваться контроллерами SmartTerm, которые и тепло могут учитывать, и, соответственно, показания с аналоговых датчиков. Там есть цифровые входы у этих контроллеров и аналоговые. То есть решение есть. То есть в смысле это какая-то штуковина, которая вешается перед счетчиком и считывает данные или как? А, я понял вашу мысль. В видео, но с видео, да, пока еще мы не делали, чтобы в видео показания снимать. Нет, конечно же, в этот контроллер проводочки должны быть воткнуты. То есть если у счетчика есть выход с проводочками, то тогда это решаемо. Если видео, тогда надо ставить видеокамеру и нейросеть прикручивать, которая будет распознавать. Но ее надо делать самому. Стандартных решений я еще пока, к сожалению, не встречал. Я понял. Спасибо большое. Зачем вообще видео, когда у счетчика в любом случае есть шестереночка небольшая, ее можно оптодатчиком считывать? Простите, но тогда внутрь счетчика… Нет, нет, нет. То, что торчит наружу. Направить на нее лазер. По отражению считывать. Оно в любом случае. Одно темное, фон светлый. Или наоборот, фон темный, вот эта шестеренка условно светлая. Коллеги, спасибо организаторам за такую возможность. Появляются новые генерации идей. Универсальную оптопару разработать. Это следующая, видимо, будет наша совместная разработка. Можно по счетчикам? По счетчикам я скажу. Счетчики с импульсным выходом. Там цена вопроса, не копейки стоит. Заменить вы можете в любой момент. Да, стоимость замены, к сожалению, отличная от нуля. Сами можете поменять, привезти, потом пломбировать. Там не проблема. Четыре гайки открутить. Ну, надо иметь руки, чтобы эти гайки откручивать. Я хочу отдать микрофон. А Стаса нет сегодня с утра. Жаль. Я рассчитывал, что от него мы получим волну обратной связи. Скажите, а все-таки самое интересное в этой системе, это действительно датчики. То есть кроме считывания со счетчика, датчика протечек, есть какие-то… Откуда брать разнообразные датчики? Температуры? Может быть, там, в высокотемпературном диапазоне освещенности? Вот вы упоминали. Датчик освещенности мы сделали сами. Вот, из фоторезистора. Это как раз с моих прошлых проектов по образовательной робототехнике. Это на макетной плате сделан датчик освещенности. Он учитывает количество поступающего света, и если растениям этого света недостаточно, он включает дополнительно необходимую подсветку. То есть, Виталий, ответ такой, что это хендмейт. То есть, в основном, множество датчиков, но я не говорю, про которые доступны на Алиэкспрессе, а так вот из курса образовательной робототехники очень много датчиков температуры, влажности, освещенности, давления, других параметров. Их можно самостоятельно изготовить, и это будет даже проектная деятельность, если есть школьники. О чем директор школы вам скажет спасибо за такой риббинг. Маленький вопрос про нейросети. Вот вы там упомянули в дальнейших планах. Как вы планируете, ну, в общем, обработку изображений делать? То есть, у вас, условно говоря, ваша система берет фотографию, отправляет на сервер, там нейросети ее обрабатывают, там классифицируют, и потом дают результат. Или вы хотите это проводить на вашем железе, условно говоря, на микроконтроле, просто есть маленькие нейросети, которые могут и на таком работать? Да, совершенно верно. Ну, понятно, что датасеты нужны и обучить сеть на большом, можно на Google Calabi хотя бы, допустим, ну, или на Alt-Linux сервере, скорее всего. А дальше Raspberry Pi, он уже подхватывает эти датасеты, и есть, значит, если мы не торопимся со скоростью, там, по растениям, то Raspberry Pi подходит. Если это там какие-то подвижные, там, люди или животные, есть графические ускорители, GPU-ускорители на Алиэкспрессе, ну, в районе, там, где-то 10-15 тысяч рублей тоже присоединяются по USB, ну, третьему USB, и вполне так масштабно работает, очень даже мне понравилось. То есть решение возможно. Спасибо. У меня маленькое замечание по коду, у вас там была пара строчек, заканчивающихся на вывод в ТМП куда-нибудь. Вот к такому лучше сразу не привыкать, привычка очень легко приобретается, потом с трудом выводится, когда это все в скриптике начинает заезжать, потому что делается там Simlink, в этом ТМП от другого пользователя, и вы пишете уже не туда, куда ожидали. То есть, ну, это как бы вот в 90-х любимое развлечение на бэк-траке было, думаю, сильно раньше. Спасибо, очень ценно. Мы будем работать над вашим замечанием. А куда надо-то? Не файл выводить, а в S2D-out? А, понял, фиксированный. Да, действительно, это была отрицательная часть комментария, а положительная такая, что по-хорошему делает собсевдопользователь, под которым работает вот соответствующая группа приложений, выделяется ей рабочий каталог для складывания материалов, на него прописываются права, что вот этот пользователь или его группа пишет, соответственно, кому надо еще там, как правило, по группе обеспечивается доступ в каталог. Я понял. Тогда, в общем, когда в пакет будем упаковывать, нужно будет и своего пользователя тогда то, чтобы создавать. Понятно, спасибо. Еще раз уж задели тему пакетов, в пакетах пользователей стоит создавать, но не стоит удалять, Потому что если пользователь удаляется, то это либо вопрос удаления его данных, либо вопрос, кому они дальше принадлежат. Имейте тоже в виду. Ну да, айдишник есть и никому не привязан. Спасибо. Еще один вопрос. Денис Базальцпол. Хочу задать вопрос. А у вас какие-нибудь меры по контролю самой программы сделаны? Бэкап, мониторинг ее работы, слежение за потреблением геймпамяти? Да-да, легко и просто можно пробэкапить. Просто файлы копируются. Ну как в кроне. Специально мы не делали. Нет, ну как, на счетчике промышленном, который в организации, там конечно все бэкапится. А так на домашнем, ну, периодически файлы просто копируются. И в случае краха системы, потому что, к сожалению, да, SD-шки выходят из строя. За ней нужно следить как-то, да. А, кстати, у него есть возможность с телеграмом интегрировать, есть интеграция с телеграм, можно получать сообщение, что все в порядке регулярно. Да, спасибо. Тема очень хорошая. Спасибо за доклад. Спасибо. Спасибо.